В январе на Вангапуровском месторождении первую нефть дала скважина 5306, на которой «Газпромнефть» «Ноябрьснефтегаз» провел первый в своей истории многостадийный гидроразрыв пласта горизонтального участка на зарезке бокового ствола. Наша съемочная группа побывала на месте, где происходили знаковые события. На момент съемки эта скважина под номером 5306 не дала еще ни капли нефти, но руки операторов по капитальному ремонту, которые ее обустраивали, казалось, уже были в черном ямальском золоте. Вообще судьба скважины «Пионерки» могла сложиться совсем по-другому. Изначально обводненная она вполне могла пополнить список законсервированных объектов, но зарезка бокового ствола, который нефтяники красиво называют «горизонтом», вернула скважину в строй. А многостадийный гидроразрыв – самый надежный способ повысить нефтеотдачу, навсегда вписал ее в историю предприятия. Ведь многостадийный ГРП на зарезке бокового ствола ноябрьские нефтяники проводили впервые. Данная технология в «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» применяется впервые. То есть раньше мы применяли аналогичную технологию многостадийных гидроразрыва пласта на новых скважинах. При зарезке боковых стволов данная технология применяется впервые. Всего гидроразрывов на этой скважине было два, собственно, потому он и называется многостадийным. Первый, вот вы видите схематично, произведен на более удаленном участке бокового ствола. Второй уже ближе к материнской скважине. При ГРП под землю закачали 40 тонн пропанта, говоря непрофессиональным языком, специального керамического песка, который как бы формирует образовавшиеся от гидроразрыва трещинки в нефтеносных пластах. Песок не дает им закрыться и одновременно увеличивает проводимость углеводородов. Повторюсь, это был первый многостадийный гидроразрыв на горизонтальном участке ЗБС. Повышать таким образом нефтеотдачу на новых горизонтальных скважинах «Ноябрьскнефтегаз» начал в 2012-м и за год успешно провел 17 многостадийных ГРП. Причем не обязательно, что на одной скважине два ГРП. Их может быть больше и на боковых стволах тоже. В ближайшее время рассматриваются вопросы увеличения объема данных видов работ в «Газпромнефтноябрьскнефтегаз», привлечения специалистов и подрядчиков, которые помогут расширить, скажем так, если мы на данной скважине применили два гидроразрыва, то данная технология, аналогичная технология, может позволить проводить от трех до четырех гидроразрывов в зависимости от протяженности горизонтального участка. Стоит отметить, что технология многостадийного ГРП сегодня одна из самых передовых в мире. Недавно ее начали применять в компании ТНК-БП. Но сложности местных условий и особенности в Ингапуровском месторождении заставили ноябрьских нефтяников подогнать этот метод под себя. Точнее, практически полностью переработать и разработать в соответствии с нашими условиями. И уж если первая ласточка оказалась успешной, значит метод будет использоваться в будущем. И многие законсервированные скважины, которые в прошлом считались безнадежными, еще будут давать нефть. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. И как стало известно сегодня, все работы на скважины под номером 5306 завершены. И она уже дает первую нефть. Скважину запустили по фонду 26 января с параметрами 60 тонн, при ожидаемые 30 тонн, превышение в два раза. С каждым днем процент воды уменьшается, дебет на данный момент более 80 тонн. В принципе, это первая ласточка, первая положительная ласточка. И такие работы мы будем продолжать в дальнейшем. Минимум в 2013 году будет проводиться 10 таких операций. Если эффект останется на таком же уровне, то это количество... Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Продолжение следует...